Документация по мосту через Волгу в районе Климовки уже находится в главгосэкспертизе. О возведении стратегического для области объекта шла речь на совещании под председательством министра транспорта страны. Максим Юрьевич Соколов заверил, проект важный и интересный для России. Вообще особое внимание на встречу уделили Тольятти. Здесь и прошло совещание. Большие перемены ждут город в преддверии празднования 50-летия выпуска первой машины с конвейера завода. В автоград поступят десятки миллиардов рублей. Программу поддержал президент России. Деньги направят как на строительство социальных учреждений, так и на дороги. Общая сумма тоже рекордная. По этому году миллиард 430 миллионов рублей из всех источников на город. И эти объемы надо очень своевременно и очень качественно выполнить. Поэтому спасибо, что вы специально приехали и рассматривали этот вопрос. Мы знаем, что сумма, которую мы получили, она самая большая в стране. Самарская область получает сейчас больше средств, чем другие субъекты России сразу в рамках нескольких программ. Как и по подготовке к чемпионату мира, так и по программе безопасной дороги. В этом году из федерального бюджета в регион направят 6 миллиардов 683 миллиона рублей. Это без учета затрат на федеральные трассы. На совещании обсудили и строительство Фрунденского моста. Сейчас принимается решение о выделении дополнительных 400 миллионов. Московское шоссе постепенно начнут открывать уже примерно середина июля. Активно идет строительство и новых улиц. Дальнее и Арена 2018 ведут прямиком к стадиону. Я хочу все-таки особой слава и благодарности сказать Николаю Ивановичу Меркушкину, поскольку за те пять лет нашей совместной работы и взаимодействия, наверное, и жители Самары, и Самарской области, и гости, которые приезжают сюда, увидели колоссальный объем транспортного строительства. Это касается не только дорог, это и аэропорт, и другие объекты инфраструктуры. И, конечно же, без воли губернатора и без взаимодействия на уровне субъекта федерации такие федеральные стройки были бы в такие стройки невозможны. Так что спасибо, Николай Иванович. Спасибо.